Ребят, всем привет! Рад вас приветствовать на канале Амазония Дрим. Да, ребят, в последнее время я выпускаю видео не так уж и часто. И есть на то ряд объективных причин, о которых я дальше чуть-чуть видео расскажу. И вообще, вы знаете, в сегодняшнем видео, я его, честно говоря, не планировал снимать, просто, ну вот у меня здесь стоит фильтр, я вам его покажу. И вот когда я его запускал, где-то полгода назад, я обещал, что я сниму то, как он убрал всю муть весь из аквариума и, собственно, покажу его разборку, что там внутри, как засорились наполнители, заселилась ли биология и вообще, как этот фильтр работает. Собственно, это и будет темой этого ролика. Но, помимо того, просто хочу с вами пообщаться. Вы знаете, хочу рассказать вам о нескольких причинах того, почему видео реже выходит на канале. И, наверное, что? Наверное, мы вместе с вами решим, будет ли вообще обновление канала в дальнейшем. Так что, что ж, берите горячий чаек, печенюшку, усаживайтесь поудобнее, а я начну, пожалуй. Ребят, первое, наверное, что стоит сказать, это то, что вот та рыбка, которая у меня была здесь вот в рыбном сарайчике, она частично продалась и частично уже подросла. С момента последнего видео я никакой больше рыбки не заказывал, потому что, честно говоря, сейчас не так уж много времени на то, чтобы ухаживать за рыбкой, кормить ее, делать подмены и так далее. Тем более, расширять сейчас ассортимент рыбы, во-первых, некуда, во-вторых, опять же, на это все нужно время, чтобы ее встретить и, соответственно, чтобы ее адаптировать и так далее. Сразу признаюсь, сегодня я не готовил помещение к съемкам. Вот вы видите, на полу грязно. Все дело в том, что я заканчиваю с бассейном, доделывая бассейн, вот там грязно. Вот здесь вот вы видите куски стекла нарезанного. Вот здесь вот все рабочая такая обстановка, ацетон, силикон, все дела. И, в общем, друзья, я не готовил сегодня помещение, не убирал здесь, не готовил специально. И всему виной, скажем так, в съемках этого видео, вот этот вот, ребята, фильтр, который вместе с вами мы сегодня разберем. Почему я хочу вместе с вами сегодня вскрыть этот фильтр? Ну, во-первых, я обещал вам это сделать. А, во-вторых, я хочу просто, чтобы вы понимали, что этот фильтр сделал буквально за эти последние несколько месяцев, ребят. Итак, вот тот аквариум, в котором была нереальная муть. Вот внизу у меня полюдариум. Вот приращивается, как видите, на сухую мох. Здесь у меня анубиасы практически без воды, вот растут несколько видов. И здесь, ребята, у меня аквариум травничек. Сегодня я хочу этот фильтр вообще отсюда снять, он тут уже не нужен, так как здесь уже баланс настроился. Все, единственное, что еще есть небольшая проблема с растениями. И всему виной то, что, ребята, у меня не было возможности запустить этот аквариум на благоприятной для растений воде. И растения несколько месяцев передерживались у знакомого. И, собственно, обросли немного бородой. Там и вьетнамка, в общем, есть и все. И плюс ко всему, когда я эти растения пересадил к себе в аквариум, они начали сбрасывать листочки. Вот вверху, видите, листочки. Вот. Значит, этим травничком я пока не занимаюсь. Я буквально, думаю, с понедельника здесь наведу порядочек. Несколько дней назад, буквально дня 4 или 5, я начал вносить удобрения в аквариум. Вот, собственно, вот так они выглядят. Значит, эти удобрения прислал мне один из зрителей канала. Он сам их производит. И я хочу сделать, протестировать вот у себя в аквариуме, во-первых, то, как на них отреагирует моя бацифаландра, будет ли ей хорошо, потому что какая ситуация. В общем, я когда забрал растения, вот я вам буду сейчас показывать, вот видите. Я когда забрал растения, то вот эти все папоротники, они жили на чистом нереминерализированном осмосе. Когда я их забрал к себе в аквариум, некоторые листочки начали чернеть. Ну, в принципе, в моей практике это нормальное явление для папоротника. И как бы я на этот счет не переживаю. Но когда я забрал бацифаландру, друзья, она начала скидывать листочки. На листочках начали образовываться дыры. И вот видите, вот это вот прям вся вот в водорослях. Вот смотрите, вот, ну, некрасиво просто, да? Вот, и она начала обрастать водорослями, водорослями. Поправьте меня. В общем, но в то же время она начала цвести. И потом, буквально спустя, там, я не знаю, несколько недель, вот, начала происходить вот такая вот ситуация. До этого, друзья, я держал все эти растения на дождевой, не минерализированной воде. То есть, я минералы не вносил. И, возможно, это и стало одной из причин вот такого вот бедствия с растениями. Значит, я начал вносить вот такой реминерализатор. О нем я сниму отдельное видео, если вот с растением будет хорошо. И, собственно, я уже показывал вот такие вот удобрения. Здесь микро, железо, калий, друзья, и макроэлементы. Вот. Ну, пока что судить об этом всем рано, потому что все-таки вносилось несколько дней. Для того, чтобы растения адаптировались и, ну, реально увидеть какие-то улучшения, нужно, чтобы прошел как минимум месяц. Поэтому я обязательно буду снимать этот аквариум. Но в сегодняшнем видео зацикливаться на этом я не хочу. Если у вас будут какие-то советы относительно растений и так далее, я обязательно хочу, чтобы вы их высказали в комментариях к этому видео. А мы давайте приступим к фильтру, разберем его и посмотрим, как этот фильтр отработал и, собственно, что у него сейчас внутри происходит. Друзья, в общем, первое, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что, вот посмотрите, какой напор у этого фильтра. Значит, он отработал полгода, может, даже больше. И давление упало у него в несколько раз. В принципе, это нормально, потому что, если учесть тот факт, что фильтр ни разу не вскрывался за все это время, а убрал он в себя, извините за выражение, сранее достаточно много, то вот этот ход вещей, он, в принципе, вполне нормальный. Значит, немножко его протрем, потому что, честно вам признаюсь, что не было времени ухаживать за этим всем. Оно такое слегка запылилось. В общем, давайте вскроем, ребята, этот фильтр, посмотрим, что у нас внутри. Вот, чем нравится мне, кстати, вот этот фильтр, тем, что здесь на корзинах есть ручки, за которые удобно доставать все наполнители, ребят. Вот, посмотрите, пожалуйста, что творится под первой губкой. Вот, смотрите, ребят, вот это все, вот, вот, это все вот дерьмище. Видите? Вот, это все тот ил, там муть, та взвесь, которую этот фильтр вобрал в себя. Ну, вы помните, да, то видео, еще было много критики, мол, типа, я там не умею запускать аквариумы, мол, плохо промываю лаву и так далее. Ну, в общем, вот так вот, ребята. Посмотрим вторую корзину. А, и, кстати, да, тоже, значит, под видео, где я запускал этот фильтр, ребята писали, мол, что я здесь поставил наполнители не на механику, а на биологию. Но дело в том, что, ребят, я не знаю, возможно, это на камеру не было снято, значит, здесь есть стандартные наполнители. И я еще сюда добавил синтепона, ребят. Вот это вот синтепон. Это за полгода, вот, фильтр отработал и вобрал в себя всю срань. Ну, биологический наполнитель Лихайм Субстрат Про. По нему видно, что он запущенный из биологии, потому что шарики не светленькие, они такие коричненькие, вобросли все бактериями. В принципе, это нормально, это даже очень хорошо. Еще, вот, видите, вот я здесь тоже добавил синтепона, ребят. Вот, посмотрите, что здесь творится. Вот, видите, вот это вот тоже синтепон отработал. Вот, смотрите, сколько он вобрал в себя дерьма. И, кстати, вот этот наполнитель, вот, который сейчас я в этой корзине, это у нас, ребята, корейский наполнитель. Я о нем буду рассказывать, возможно, если будут снимать дальше видео, я буду рассказывать о нем. Лично мне этот наполнитель понравился намного больше, чем и Хэм Субстрат Про. Вот, даже потому, что, вот, смотрите, если взять, сравнить Хэм Субстрат Про, вот, видите, да, он относительно чистый. Над ним был синтепон. И взять вот этот вот наполнитель. Вот, посмотрите. Видите, на нем вот есть, на нем вот есть задерживаются какахи. О чем это говорит? Это говорит о том, что наполнитель достаточно пористый, он достаточно легкий, не такой, как керамика, он легкий. Сделан интересно, вот даже из чего он сделан. И, конечно, корейцы обещают, что здесь прямо с 4000 квадратных, я так понимаю, метра, может, сантиметра. Честно говоря, надо будет почитать перед тем, как снимать вам о нем видео. Но, тем не менее, в работе мне он очень понравился, именно и фракции, и тем, как он работает на биологию. Но об этом все в следующих видео. Так, еще один наполнитель. Я надеюсь, вам видно, ребят, потому что здесь достаточно темно. Вот так вот вам его покажу. Значит, производители, в частности, Эхейм, говорят, что это наполнитель на механическую очистку воды. И здесь я с Эхеймом полностью солидарен. Есть у некоторых производителей похожие наполнители, и они говорят о том, что вот это наполнитель биологический. Значит, почему я не соглашусь с этим? Ребят, ну, во-первых, любая керамика, либо вот такого плана наполнителей, это есть механический наполнитель. Он служит для того, чтобы... Его нужно ставить в самый низ корзины. И он служит для того, чтобы разбить равномерное течение по всей площади корзины, чтобы вода поступала на биологические наполнители равномерно по всей площади корзины. Фактически, конечно же, здесь будут селиться бактерии. Но если сравнить вот такой вот наполнитель и такой наполнитель, то площадь фильтрации у этого будет в разы больше, чем... Площадь фильтрации вот у этого наполнителя будет в разы больше, чем здесь. Потому что, фактически, здесь бактерии будут жить только внутри. Все, что сверху, здесь вот наполнитель друг от дружку трется по течениям, И все бактерии отсюда удаляются То есть они будут жить только в порох И, собственно, внутри Ну и с другой стороны Вы видите сами, этот наполнитель чистый Если сравнивать с другими наполнителями Тот же HEME SUBSTRAT PRO Либо корейским наполнителем То этот наполнитель Относительно чистый Друзья, я думаю, вы можете видеть Сколько здесь ила В этом фильтре И вот на дне, вот смотрите Это сплошной ил, вот видите Вот это все сплошной ил Сплошная грязь Это все то, что собрал фильтр В процессе очистки Это при том, что В этом аквариуме рыбы фактически нет Там на запуске Жило несколько скалярий А сейчас там живет просто стайка коридороса И, собственно, все Ну, в общем, ребята Вот мы этот фильтр, собственно, разобрали Я его помыл, почистил Промыл все наполнители Био-наполнители я закинул в сампы А, собственно, весь фильтр упаковал И он пока стоит Я отношусь к ряду тех людей Которые, ну, вообще Как к аквариумному оборудованию Вот такого плана Относятся достаточно скептически Потому что Ну, это, друзья, не мое Я отдаю предпочтение сампу И даже вот в том травнике Который я вам показывал Да, в качестве биофильтра В качестве фильтра Служит тот полюдариум, который стоит внизу Под аквариуму То есть это все Одна общая система Этот же фильтр я устанавливал Только для того, чтобы убрать Всю мульцию Здесь И обзор на этот фильтр И, собственно, его сборочку И все Вы можете посмотреть видео Ссылочку я оставлю где-то вот здесь Вот вверху На это видео Ну и, собственно, внизу Под видео в описании Вы сможете посмотреть все это Стоит ли покупать такой девайс вам? Если взять среди конкурентов Он выигрывает, конечно, по качеству сборки И по наполнителям По качеству работы Вы сами видели Что фильтр отработал больше, чем полгода И он до сих пор работал Он Да, конечно, было падение мощности Но он отработал и достаточно неплохо Фактически то, для чего я устанавливал его в этот аквариум Со своей функцией он справился Он убрал всю звесь Теперь хочу ответить на многочисленные вопросы Относительно того Что надо было перед тем, как помещать лаву в аквариум Надо было ее просто промыть И не ставить никаких фильтров и так далее Собственно, ребята Лава это такая штука Что каждый раз, когда вы ее будете тереть Пересыпать и так далее Она постоянно будет крошиться Ну, так уже она устроена И из нее будет постоянно сыпаться пыль И постоянно будет от нее мут До тех пор, пока она не обрастет бактерии Пока она не устаканится в аквариуме Пока не запустится биобаланс, биология Тому подобные вещи До тех пор лава постоянно будет крошиться и пылить в аквариуме Вы должны быть к этому готовы И, собственно, я был к этому готов И для того, чтобы просто не заморачиваться с этим всем Я поставил этот фильтр Ну и, конечно же, да, не буду лукавить Я хотел снять для вас обзор Чтобы вы понимали, как работает этот фильтр И, собственно, качественен ли он или нет И да, я добавил синтепона Фактически всю работу по сбору механической взвеси в аквариуме Сделал, конечно же, в этом фильтр синтепон Ну, покупал я этот фильтр в интернет-магазине На Аквапрофи.com.ua И, ребят, если у вас есть желание приобрести качественное, хорошее оборудование Торговых марок Хейм, Акванова и так далее Вы можете зайти на страницу этого сайта Посмотреть, выбрать Если вас что-то интересует из списка того оборудования Которое предоставляет интернет-магазин Аквапрофи Вы можете приобрести его непосредственно там Либо обратиться ко мне И я помогу вам, как подписчику канала Получить еще дополнительную скидочку Собственно, по фильтру, друзья, все А теперь немножко еще о том Где я пропал, чем я занимаюсь И вообще, что я планирую в дальнейшем Ну, значит, смотрите У меня еще есть ряд оборудования и наполнителей Обзорами которые я уже поснимал Все это лежит уже частично смонтировано В частности, аквариум, который я запускал в городе Черкассы Все это видео уже лежит смонтировано Его осталось просто озвучить И я думаю, что в ближайшее время я постараюсь все это сделать Но, ребят, относительно дальнейшего обновления канала Ну, в плане того, вот съемок новых рыбок Съемок вот этих вот всех делов Друзья, я, честно говоря, не знаю, столько это делать Потому что, ну, в интернете достаточно много Достаточно много хороших каналов Которые многое рассказывают и показывают Об аквариумах, об оборудовании Об условиях содержания рыбок И я не вижу смысла повторять все это дважды Трижды, четырежды и так далее То есть, если у меня будет какой-то контент Вот какой-то эксклюзивный, какая-то изюминка Если будет что-то такое, что бы я хотел вам донести И этого нет на других каналах Я обязательно это сделаю Собственно, я бы и обновлял видео почаще Но дело в том, что на канале, если даже и есть комментарии Какие-то вопросы, которые вы мне задаете Они все однотипны И ответы на все эти вопросы есть среди моих видео Просто вы уже меня извините Но вы просто ленитесь поискать ответы на свои вопросы Друзья, если вы хотите, чтобы канал обновлялся в дальнейшем Если вы хотите, чтобы канал обновлялся чаще Я хочу вашей обратной связи Я хочу видеть, что вы реально смотрите мои видео И что вам оно нравится Потому что получается парадокс такой И там, например, 5-10 тысяч просмотров под видео И всего-навсего там 100-200-300 лайков Либо дизлайков Ребят, не поленитесь поставить лайк Либо дизлайк под этим видео И давайте с вами договоримся так Если вам хочется, чтобы я в дальнейшем обновлял видео на канале Ставьте под этим видео лайк Если вам, в принципе, по боку, по барабану Либо вам не нравится то, как я приподношу информацию И так далее Ставьте дизлайк, не стесняйтесь Я пойму В любом случае просто я вас прошу Поставьте либо лайк, либо дизлайк Таким образом я буду понимать Что стоит мне вообще заниматься этим каналом или нет Потому что на сегодняшний день Этот канал только отбирает у меня времени И фактически не приносит мне никакой пользы Ну, скажем так Ни материальной, ни никакого удовольствия Мне его обновления не приносит Потому что я от вас не вижу обратной связи Что ж, ребята Собственно, на этом хочу поставить точку Пока что видео вот такое вот Возможно, оно немножко такое скудное Ну, вы уж простите Я обещал вам показать вскрытие этого фильтра Я вам показал Я обещал снять про наполнители Обещал сделать обзор вот этого помещения Я его сниму Но всему свое время Потому что, ну, я не хочу показывать незаконченную работу Вот бассейн я доделаю Потому что у меня с ним произошла такая ситуация Значит, бассейн протекал Я дважды его переделывал Дважды он у меня протекает И, в общем, сейчас я решил радикально Значит, его переделать Позаклеивать все Ну, в общем, я сейчас не хочу ничего рассказывать Я уже, когда его запущу Когда уже там будет плавать рыба Я уберу вот отсюда Вот там вот у меня стоит бассейн каркасный Я его уберу отсюда И уже сниму видео об этом помещении Возможно, уже здесь будет какая-то еще одна стоечка Под карантинники И сниму, покажу, как здесь все устроено В плане там фильтрации воды Водоподготовки Ну, в общем, о всем Я сниму Сниму, как сделано это помещение И дальше уже будем Как бы смотреть, что и как и почем Так что, ребят Я не буду вас просить Подписываться на обновление канала Не обещаю вам обновлять Ну, по крайней мере, в ближайшее время его часто Потому что Ну, я приехал в частный дом И у меня очень много работы по обустройству домашнего хозяйства Я просто реально, я не думал, что это будет отнимать столько времени Вот И Но, если я буду видеть от вас обратную связь И если это будет меня подталкивать на то Что вот надо Вот люди хотят видеть новые видео Я, конечно же, буду стараться выделить время И снимать для вас новое видео Показывать вам новую рыбку Рассказывать что-то о рыбке И так далее В общем, ребят Всех вас люблю Обнимаю Здоровья вам И вашим питомцам Всем пока И я надеюсь До новых встреч, ребята И да Прибежала вот моя подружка Папа, сделай, папа Ой, ты моя красавица Все, ребят Показ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok